Дело и будет. Вот все. Спасибо. Не знаю, чего не должно быть в музее. Наверное, грязи, невежливости, отсутствие плохого сервиса не должно быть. Отсутствие навигации, взаимодействие с интерфейсом самого музея. Что в музее должно быть? Понятия не имею. Все, что угодно. Абсолютно все, что угодно. Я полностью согласна с тем, что запретительные таблички крайне ограничивают простор фантазии у человека. Поскольку музей — это место творческого досуга, очевидно, что оно должно, наоборот, поддерживать развитие фантазии, мечтаний, каких-то притязаний у людей, которые туда приходят. Не должно, могло бы. Я вообще не считаю, что какое бы то ни было место, чего-то должно по определению. Оно может быть наделено целым рядом функций, может не быть наделено. Но если мы говорим о культурном учреждении, то, наверное, было бы здорово, чтобы он это делал. Но в какой форме он это делает? Интерактив или сумасшедшие действительно музеи в коробке? Опыт международный в этом просто невероятный, фантастический. Я была в таких музеях, это просто сказка. Он не факт, что для Москвы сработает, для русской аудитории. Может сработает, может нет. Как бы это вопрос. Вопрос совместной разработки концепции с музеем. Понятно, то есть там множество нюансов. Но тем не менее, я считаю, что не может быть ограничений на формирование творческого пространства, которым музей является. Есть ограничения на сервис, качество сервиса. Если мы приходим получать удовольствие, наслаждаться жизнью, отдыхать, развиваться, хочется, чтобы это было сделано максимально легко, понятно, приятно и свободно. Чтобы не было силы трения в этом процессе. Мое единственное желание к музею, чтобы я не замечала его организацию, по большому счету. Отлично. Александр. Я думаю, что на вот этот вопрос отвечу совсем скучно. Я думаю, что всем понятно, что музей не должен быть скучным, по подаче материалов не должна быть банальной, тривиальной. Но мне кажется, не меньшей опасностью слишком усилены бегства от тоски в экспозициях. А для России это как раз характерно перебарщивать, не находить чувство мира. Очень хотелось бы, чтобы не было в современном музее такого очень натужного желания показать такую запредельную, заоблачную степень крутизны. Я когда был в еврейском музее, который здесь упоминали уже, в Москве, с одной стороны, там все очень здорово, с другой стороны, субъективное мнение, меня немножко утомляло то, что там вот просто отовсюду прет. А мы еще вот так можем, а мы еще вот такое запиндюрим. И вот прямо вот оно всюду-всюду, оно немножко там в некоторых местах забивается содержание, я бы сказал. Мне так показалось. То есть мне кажется, вот это действительно для России очень актуально, потому что у нас чувства, меры вот как-то соблюсти не всегда умеют. Спасибо. На мой взгляд, не должно быть агрессии. Это пространство, где мы либо подтверждаем имеющиеся знания, либо мы получаем новые. Я до сих пор, может, недостаточно корректно для нашей аудитории произносила слово «оккультуриваться». Вы уж простите, я работаю в массовом проекте. Я и говорю на языке, на массовом. Агрессия в чем она проявляется? В грубом охраннике или в слишком большом количестве грубых охранников, которые смотрят на тебя, как на вора, на воришку предметов искусств? Или это белые шапки в музее Пушкина, которые преследуют тебя острым взглядом и ненавидят твое чадо? Я не знаю, в чем это может проявляться. Или, например, это агрессия в том, что ты не получаешь минимальный уровень комфорта, из-за этого чувствуешь себя слегка животным в этом пространстве. Эта агрессия может проявляться во всяком. Но я точно совершенно знаю, что если пространство агрессивно, я в него даже, если я заплатила за билет, я его тут же покину. Но это именно агрессия, или это просто неуважение, не учет ваше мнение? А ведь это и есть агрессия. Не учет мнения, нет, я бы, наверное, здесь не перечислила. Это вторжение в мое уже пространство. Если я пришла что-либо получить в культурное учреждение, я не нарушаю законы Российской Федерации, ни Конституцию, ни Библию, то, наверное, это достаточные уже условия для того, чтобы тебя не агрессировал никто внутри этого помещения. Будь это дурной вкус, охранник, костелянша, кто угодно. Спасибо. Ну да, слово «скука» здесь уже упоминалось. Я думаю, что в музее, что меня очень раздражает, не должно быть шепота смотрителей. Есть такие милые бабушки, с которыми всегда очень интересно поговорить. Они знают больше, чем некоторые искусствоводы, искусствоведы, но совершенно невозможно… Искусствоводы тоже хорошая фраза, да. Новое слово придумали сегодня. Но совершенно невозможно, когда за тобой вдруг начинается шепот, какой вчера я сварила борщ. И все. Тут любая выставка, любая концепция рушится в голове. Ты уже никак не можешь остановить этот шепот или там шарканье по паркету, или опять же есть люди, которые просто не умеют себя вести, какие-то экскурсанты, которых забросили в музей на один час. Это в Царицыно со мной происходило. Просто начинается топот какой-то. Вот это, конечно, ужасно. Будем надеяться, что этого можно избежать. А может быть вообще бабушек не должно быть? Нет, я считаю, что должны быть все поколения. Это не просто идея гуманизма, а это идея преемственности знаний. Вот я уже об этом говорила на одной из секций, что я с большой отрадой замечаю, что в последние годы, особенно, мне даже кажется, особенно в этом году, в Москве как-то в театрах, в наряде спектаклей, ну какие-то там перформансы и прочее, современный танец, я вижу молодежь. Я вижу много молодежи, я счастлива, что я вижу этих людей, я вижу, что многие из них вообще никогда не были в театре. Отлично. Ну я уже не говорю про ту публику, которая приходит на те спектакли, куда вообще заплатить нормальный человек не может. Да, там Чеховский фестиваль и так далее. Но я не понимаю, куда делась то поколение 50-70, которое раньше ходило. Может быть, всех увезли на дачи, или им не хватило денег купить медикаменты в аптеках. Я не знаю. Но я думаю, что это поколение тоже имеет право на потребление культуры. Так же, как и сегодня, наконец, задумались о создании безбарьерной среды. И эти люди появились в музеях на колясках, слава богу, во многих музеях практически установлены пандусы и прочее. Но, тем не менее, it's must, чтобы вот эти люди, больше 50, особенно больше 60, они понимали, что они тоже могут прийти в музей. Им для этого не надо там, не дай бог, убиться на входе или там подниматься на четвертый этаж по лестнице, потому что лифт закрыт, а ключ только у смотрителя. В этом плане музей должен быть для всех поколений. И работать в нем должны тоже все поколения. Как и, собственно говоря, во всех вообще организациях. Я считаю, что в музее не должно быть мононациональной культуры. Музей, как институция культуры, это всегда множество наций, множество непохожих. Вот это очень важное мое пожелание, моя личная жизненная установка и такой вот посыл времени. Потому что можно говорить, конечно, да, в 1914-1917 году Чехов и всякое такое прочее, русский театр и так далее, да. Но если мы везде повесим лапти и всем раздадим балалайки, от этого общество не станет счастливее. Сегодня Москва – это мультикультурный, мультинациональный город. И таким же он был и после войны, и до войны. В него всегда приезжали люди. И когда сегодня я прихожу в какие-то музеи европейские и вижу, что в этом краеведческом музее, неважно, это музей города, там, условно, скажем, Вены или Антверпена или там Бруклина, этот музей как пазл создан из множества культур. И в нем есть место молошнику из Англии, которые привезли туда эмигранты, и молошнику из России, и еще чего-нибудь такого. И вот по вот этим вот каким-то пазлам создается единая картина того, что и составляет портрет нашей эпохи. Вот это очень важно. А для Андрея у меня есть специальный бонус к сегодняшнему дню. Называется «Пока вы только думаете, мы уже создаем». А в мае, я очень надеюсь, откроется выставка в Кузьминках, которая будет называться «Так жили мы на даче». И там будет тема советских дач. У меня, я известно, у меня один будет вопрос. Может быть, в зале из присутствующих кто-то хочет сказать что-нибудь нам? Я думаю, что это мы вот… У нас сейчас есть последний вопрос, который мы хотим сейчас задать всем. И потом мы перейдем к дискуссии, которая, я надеюсь, получится живой. И мы тоже получим какие-то лодки. И у нас последний вопрос, на самом деле, который из таких базовых ключевых, которые нам точно нужно получить ответ, а все остальное уже пойдет в режиме свободного общения. Поскольку музей Москвы теперь называется «Музей Москвы», именно, то вот история Москвы – это история о чем вообще? То есть вот у музея есть там экспозиция, почти миллион экземпляров. Там, начиная от каких-то древних черепков, она в рамках археологических раскопок и заканчивая самыми-самыми последними экспонатами, афишами, катка парка Горикова, там, например, все что угодно. То есть вот какую историю должен рассказывать музей Москвы? Ну, я как выходец психфака, не могу не вспомнить про нарративный подход и идею о том, что, в общем-то, каждый из нас рассказывает свою историю. Недаром сейчас набирает тренд популярность про стори-тейлинг, про утерянное искусство рассказывать истории, не писать их в книгах, а представлять их как некое устное творчество об истории. И совершенно понятно, что, когда мы говорим про Москву, я могу рассказать свои истории, связанные с Москвой, те истории, которые я слышала от других людей. Но, на мой взгляд, как раз большой, огромный потенциал музея Москвы заключается в том, чтобы рассказывать разные истории про Москву, потому что это разные истории про время, это разные истории про людей в этом времени, это разные истории про явления. Если, например, говорить все-таки о том, чем я занимаюсь, мне ближе и понятнее детская тема, чем музеи, то, конечно, давно витает идея о том, чтобы сделать экспозиции на тему детства, на тему детства в Москве в разные времена, на тему… Это может быть и гигантские какие-то выставки, а может быть это маленькие вкрапления, например, то, что сейчас набирает обороты, история про игру, как играли, например, дети, которые здесь жили раньше. Еще мне кажется, что это вопрос про то, каким языком рассказывается история, потому что этот язык, он же разный для разных людей. И я вспомнила, когда мы делали исследование района Хамовники, это было, когда музей Москвы только вот как-то начал работу, у вас есть соседний музей Бурганова, такое удивительное место, скажем так. И то, что для нас с достаточно снобским подходом было большим открытием, что, например, этот музей очень любим незрячими посетителями, потому что кто-то один когда-то, а это достаточно крепкое комьюнити, выяснил, что в этом музее можно руками трогать скульптуры, можно ощупывать их. И в этот музей регулярно сейчас приходят группы людей вот с такими потребностями, с такой историей, с таким способом слышать и познавать мир. И это большая редкость. В Москве больше практически нигде нельзя так делать. И вот может быть это вопрос про то… А это не про то, что все экспонаты руками трогать. Мне, честно говоря, не близка история про то, что надо убрать все запретительные таблички и надо все разрешить. Ну, потому что, мне кажется, как раз творчество рождается, когда есть какие-то границы и рамки, такая, ну, иначе совсем энтропия какая-то наступает. И вот, это вопрос, каким языком мы рассказываем, ну, например, историю детства, да, ребенку, который вот так живет, да, там, не знаю, ребенку-аутисту мы как об этом рассказываем? Вот. Для меня это об этом. Не про какие-то конкретные истории, их миллиард. Спасибо. Ну и кто-то их должен делать, да. Прежде чем ответить на вопрос, я хотела сказать, что Лена очень важную вещь заметила. В музее должны быть лифты, на которых люди в инвалидных колясках и люди с детьми в колясках могли бы подниматься на первый высокий, второй и так далее этажи. И должны быть пандусы удобные. Вот начнем музей с этого, а дальше уже будем говорить о том, что там должно быть внутри. Без этого вообще ничего не будет. История Москвы – это история о чем? Да, история Москвы. Ну, тут можно взять ничто не нового под луной, но пойдем, например, как Лев Николаевич Толстой рассказывает нам историю войны и мира. Там у него есть такие общие вступления, как исторический план. Коротко, коротенечко о главном. Война, история народов, история города. А дальше идет история личная. Дальше идет Волконский, дальше идет его семья, Ростов и так далее. Но вот я думаю, что в музее надо примерно так же делать. То есть брать два среза. Брать срезы исторически глобальные, история Москвы как столица, история крупным планом. А дальше брать историю частную. Потому что на самом деле каждый из нас по-настоящему воспринять информацию и уйти домой с впечатлением может только, в моем понимании, через частные истории. Потому что ассоциировать себя можно только с конкретными людьми. Тяжело себя ассоциировать с какими-то цифрами или историческими документами. Поэтому я считаю, что есть много частных историй и общая информация ретроспективно об истории исторических событий. История Москвы – это история еды. Наверное. Ладно, хорошо. Раз мы говорим о роли театра, то мне кажется, еще есть такая драматургия. И по закону драматургии должны быть конфликты. И я должен тоже, наверное, бонус Елене рассказать. Дело в том, что нельзя, не истребив бабушек, как истребить борщ. Поэтому если мы решим… Я хотел сказать, давайте выберем бабушки. Бабушки милее. Я вот для себя это тоже хотел поделиться. Решил проблему. Я на каждой серьезной выставке просто беру аудиогид. Вне зависимости от того, слушаю я его или не слушаю. Вот только для того, чтобы погрузиться. И я-то не слышу ни борщей, ни проблем окружающих зрителей. И выставки становятся прекраснее, даже если я послушал одну десятую от всего аудиогида. А про историю Москвы я считаю, что… Можно дать ответить на вопрос, какой должна быть история Москвы? Я считаю, что в Москве не хватает мифологии такой московской. То есть такая москология, наверное. Правда, у нас достаточно такая чопорная история. Она казенным языком достаточно писанная. Но вот таких вещей… Как там… Не знаю. Если было бы у нас 100 гилеровских, было бы намного лучше. И поэтому я вообще сторонник того, что если чего-то нет, это надо выдумать, и через какое-то время это станет историей. Ну, собственно, так вся история писалась, поэтому никаких проблем в этом нет. И просто Москве не хватает каких-то городских легенд. И прекрасно было бы, если бы автором этих городских легенд при украшательстве занимался бы… Музейный работник. Ну, музей Москвы, да. Я просто закончу небольшой цитатой. Есть такая книга, называется «Она большая рыба». Фильм по ней еще снят. И там есть такая прекрасная история, что там в основе лежит конфликт отца и сына.